Ребята, всем привет! Сегодня я бы хотела вам показать картину Фильм Титаник Вернее, не фильм, а рассказ про него В этом ролике мы узнаем подробности о том, как накололся Титаник на айсберг И что с нем стало в дальнейшем Поехали! Итак, мы все знаем, что Титаник, в конце концов, потонул Но никто не знает подробностей, как он потонул Айсберг вошел в Титаник, как нож в масло Многие люди видели это Все-таки вода прошла в Титаник Титаник начал тонуть Сначала пострадал кочегарский уголок Но не только он Может быть, некоторые и видели айсберг перед своими глазами Но точно не все, кто его видел, выживали Люди спасались, как могли Они бежали Но все равно умирали Титаник Шел прямо на айсберг при высокой скорости Гибели Титаника привело в то, что Титаник не пошел по приказу Так сказать Другого судна о том, что Ну вот, вы идете прямо по дороге К айсбергу Айсберг Находится от вас недалеко И вы сейчас же можете В него врезаться Ну, они проигнорировали это И вы сами видите, что случилось дальше Двери начали закрывать, чтобы вода проникла не так быстро Тем людям, которые оказались в закрытых дверях Уже не было спасения Какие-то любопытные люди даже решили посмотреть на айсберг Ведь они еще даже и не знали, что Титаник наткнулся на айсберг Ах, как тогда были наивны члены команды А ведь кто привел к гибели Титаника? Капитан В фильме он почему-то Показан, что он умирает А вот На самом деле он спасся на первой же шлюпке При первой же возможности А люди погибли Скажите мне, это справедливо или нет, добрые люди? Таргедия на Титанике была огромная На судне находилось около двух тысяч человек А спаслись только пятьсот Ведь полторы тысячи остались покоиться на дне Атлантики Впрочем У многих людей почти не было шанса выжить Смотря фильм Титаник Мы просто можем понять, как тогда было Ну Некоторые факты дополнялись рассказами Некоторые просто выдуманные Ну, понимаете, самих же Джек и Розы не было Огромные трубы Титаника Вскоре они повалятся в Атлантический океан Прежде чем Титаник Очень интересная фраза И раз крысы бегут, значит я последую за ними Сказал в этом фильме Человек, который убегал Наивные люди даже играли с кусками айсберга Тем временем вода все приближалась и приближалась Почти никто из мужчин не выжил В основном пускали только женщин и детей Да и женщин и дети Не все выжили Ну хоть и шлюпок на борту было Не 70, которые могли бы спасти еще больше жизни Чем предназначено А всего 20 Ведь капитан сказал Это будет нехороший вид Не будет неудобно Да и зачем вообще Титаник же непотопляемый Сами посмотрите Какой он непотопляемый Но смедленно погружался под воду На зова капитана На отклики для капитана Никто совершенно не обращал внимания Он просто ходил, ходил Сейчас появится один из самых страшных кадров Титаника Как капитан умирает Но как я уже говорила Он спасся при первой же шлюпке Хотя хороший капитан должен покинуть судно последним А то, что музыканты играли до последнего Это правда И тела всех музыкантов были найдены Мертвыми Они старались успокоить публику Но старания ее были почти напрасны После Титаника Были еще намного страшнее трагедии Британик, например Кстати, сначала Джеймс Кэмерон хотел снять про Британик Потому что катастрофы была Там больше Но известней все-таки стал Титаник Потому что он снял про это А вот и самые страшные кадры Еще немного И вот тут мы видим Люди Правда купаются в холодной воде На самом деле Они бы сразу получили почти смертельное обморожение Меня удивляет, что они уже не погибли Еще не погибли Кто-то поканчивал жизнь самоубийством Чтобы не затонуть Кто-то решал бороться до последнего Не многие бы так сделали Да, трагедия была ужасна Айсберг столкнулся с Титаником Вернее наоборот По правому борту величайшего судна Еще немного И Титаник опустится на дно Сначала Он переломился Надвое Но это мы уже увидим в Капоту И Настали самые страшные кадры Только в одном кадре Окно Окно целое В другом уже не целое Вот Титаник погружается на дно Оставляя Больше половины людей Задыхаться в холодной воде Шлюпки На воду На шлюпках спаслись около 465 людей Пять человек Выжили в Атлантическом океане Что было просто невозможно По-моему Но Видимо, Бог принял такое решение Чтобы они остались живы Титаник постепенно Поднимается Вот так Вертикально В отчаянной попытке Спастись Все бежали Кто наверх Кто куда В глазах утопающих Являлся страх Трагедия была ужасна Кстати, почему-то Я смотрел фильм Титаник без слез А вы плакали? Напишите в комментах Что насчет Титаника Титаник все Погружается Погружается на дно Он поднимается Вертикально И его Горизонтальная наклоненность Становится все Меньше и меньше В шлюпках люди Смотрят на Утопающий Титаник Величайшее Судно В мире Утопает На заднем плане Это хорошо видно С электричеством Дела плохи В конце концов Разряд Титаник Переламывается Причем Задняя часть Титаника Уже Уходит в воду А нос еще Какое-то время Плавает Легендарное Судно Утопает Как я говорил Что тут Показано Нос Остается На плаву Но все-таки Задняя часть Тянет его За собой Титаник Полностью Уходит в воду Думаю Свой рассказ О Титанике Я закончу С того момента Когда он Погрузится Под воду Посмотрим Отрывок Из фильма Титаник Кстати На канале Еще будет Маленькое Содержимое Титаника Только Возможные Реальные Кадры И Друзья Я думаю На этом Я заканчиваю Свой рассказ Всем Пока Пока Продолжение следует...